Поэтому мы говорим о том, что появилась уникальная технология в проведении исследований. Каких? Ну, к примеру, биотез. Все знают, что это за программа. А я впервые познакомился с этой программой, когда я одел на палец, посмотрел, я начал играть на биотесте, как на дудочке. Я могу менять графику. Хотя это, в общем-то, не предусматривалось изобретателями данных технологий. Когда я впервые одел на палец, мне рисовал ПРО, я получил частоты. Причем, меняя свои информационные рецепты, которыми я работаю много-много лет и работаю с тяжелыми пациентами, имеем очень интересные результаты в данной области психотехнологической, получились разные графики при разных заболеваниях. Тем самым появилась возможность информацию, которую владеет инфотерапевт, перевести в электромагнитные формулы и ввести их сюда. Кроме того, ведь есть и так называемые событийные программы, которые могут приводить к несчастьям. И это тоже можно было считать. И не просто считать, а найти противодействие событийных программ. То есть, целый год наработал свою базу данных, и это база данных действий безукоризма. Дальше исследования идут и будут продолжаться в плане противодействия целой серии тех негативных программ, которых можно увидеть под микроскопом. Есть такие программы, дорогие мои. И эти программы оказываются устранимыми. Впервые я создал психотехнологическую программу, которая называлась Анверпар. Антивирусная антипаразитарная программа. Это где-то было, ну так, год 2002-й, когда писал семинар третьего уровня. И вот этим летом приехала ко мне моя ученица ССН Нью-Йорка. И первое, что она мне сказала, Геннадий Альфович, как я вас благодарю за эту программу. Потому что за 7 лет ни одного раза никто в моей семье не болел вирусном заболевании. Никто. То есть, такие есть программы, они действуют. И мы имеем очень хорошие результаты. Хотя сейчас имеется четкий, конкретный антипаразитарный комплекс. И эти программы действуют на вирус.